Здравствуйте, друзья! В эфире вновь передача «Дом, в котором живёт Бог». А это значит, что нам вновь предстоит окунуться в таинственный мир жизни православной церкви. В прошлый раз мы говорили с вами о службе под названием «Вечерня». Мы с вами выяснили, что, оказывается, церковный день начинается с вечера, то есть с вечерни. А ещё мы узнали, что вечерня – это самая древняя служба суточного богослужебного круга, и происходит она ещё из Ветхого Завета. Когда наступил Завет Новый, то есть когда в мир пришёл Иисус Христос, вечерня не потеряла своего значения и дожила до наших дней. Давайте вспомним, в чём же заключается смысл этой службы. Во время вечерни мы благодарим Бога за подходящий к концу день и просим у Него возможности жить без грехов. Ну вот, друзья, после того, как мы всё с вами вспомнили, давайте перейдём к нашей сегодняшней теме. А сегодня нам предстоит узнать, из чего же состоит вечерня. Друзья, тема эта большая, и разговор о ней займёт у нас несколько передач. Но, уверяю вас, скучно вам не будет. Ну что же, начнём. Каждое богослужение, и вечерний здесь исключением не является, начинается с определённых слов священника, которые в церковной традиции называются «начальный возглас». Что такое возглас? Возглас – это громкое и нараспев произносимое священником молитвенное прославление Бога. «Благословен Бог наш, всегда, но не пресно и во веки веков». Итак, запомни, возглас – это громкое и нараспев произносимое священником молитвенное прославление Бога. Начальным возглас называется потому, что с него начинается богослужение. Начальные возгласы, друзья, бывают всего двух видов. «Вечерняя» и остальные службы суточного круга, кроме литургии, начинаются с возгласа «Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно и во веки веков». По-русски его можно сказать так. «Да будет восхваляем наш Бог, теперь и всегда и на многие века». Но по-славянски-то он звучит лучше. Ведь правда, друзья? Литургия, как самая главная служба, начинается с особого возгласа. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне и пресно и во веки веков». Это, друзья, связано с тем, что литургия – это не просто служба, а явление Царствия Божия на земле. Вы спросите, а зачем нам нужно начинать богослужение с определенного возгласа? Друзья, вы уже знаете, что любое дело в жизни христианина должно начинаться с призывания благословения Божия. Если вы вдруг этого не знаете, то в подтверждение своих слов расскажу вам небольшую историю. Когда мой дедушка был еще молодым, в их деревне жил мужчина, который был очень самоуверенным. Как-то во время сенокоса он быстрее всех жителей деревни покосил траву и стал собирать ее в сток. Осталось ему доложить совсем чуть-чуть. И тут он сказал, «Ну, здесь я и без помощи Божией обойдусь». Как только он это произнес, среди ясного неба ударило в его сток молния, и все сгорело. Вот видите, друзья, как важно просить помощи у Бога, даже в обычных делах. Что уж говорить тут про богослужение. Поэтому-то в начале каждой службы и произносится возглас, который не только восхваляет величие Божие, но и призывает его благословение на всех, кто в службе участвует. Итак, начальный возглас восхваляет величие Божие и призывает его благословение на всех, кто участвует в службе. Ну что же, начальный возглас произнесен, а это значит, что вечерний положено начало. После возгласа звучит предначинательный псалом. Если служба простая, то есть не праздничная, то предначинательный псалом читают. А вот если служба праздничная, то его поют. Друзья, а вы знаете вообще, что такое псалом? Если не знаете, то я вам сейчас расскажу. Псалом – это произведение библейской поэзии. Его еще можно назвать гимном. В Библии, друзья, целых 150 псалмов. И составляют они книгу под названием «Псалтирь». Автором псалмов считается святой пророк Давид. Он был не только поэтом, но еще очень долго был царем древнего Израильского царства. Псалмы очень разные по своему содержанию. Одни из них – это покаянная молитва перед Богом. Другие – это просьба к Богу о помощи. А многие псалмы прославляют величие Божие. Таков наш предначинательный псалом. Он, псалтирь, находится под номером 103. Вот он. Начинается он со слов «Благослови, душа моя Господа». «Благослови, друзья», означает «восхвали» или «прослави». «Благослови, душа моя Господа». «Благослови, душа моя Господа». Предначинательный псалом и является прославлением Бога. Хвалой Богу, как Творцу мира. Вот, например, какими поэтическими словами восхваляет Бога пророк Давид. «Господи Божий мой, возвеличил сей сизело, во исповедание и велелепоту облекал сей си». Друзья, в русском переводе эти слова звучат так. «Ты дивно велик, ты облечен славой и величием, ты одеваешься светом, как ризую, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твои колесницей, шествуешь на крыльях ветра». Правда красиво. Даже дух захватывает от таких слов. А еще 103-й псалом был выбран в качестве начала для вечерни, потому что напоминает о шести днях, в течение которых Бог творил мир. Во время простой службы чтение псалма не сопровождается никакими действиями. Во время него священник выходит из алтаря и встает перед закрытыми царскими вратами. И этим он напоминает молящимся об Адаме, стоящим перед закрытыми воротами рая, из которого он был когда-то изгнан. А вот если служба праздничная, то приночинательный псалом поется торжественно. Во время него священник уже не стоит перед царскими вратами, а, взяв кадила, обходит весь храм для того, чтобы покодить иконы и молящихся людей. Приятный на запах дым от кадила напоминает здесь о том, как во время творения мира Святой Дух давал силу к жизни созданием Божиим. Хотел бы я вам, друзья, сейчас рассказать, что такое кадила и зачем нужно на службе кадить. Но, к сожалению, не осталось у нас для этого времени. Поэтому о каждении мы поговорим с вами в следующий раз. А сейчас давайте повторим, что же мы сегодня узнали. Мы выяснили, что вечерня начинается с особого возгласа священника, в котором прославляется Бог и призывается Его благословение на молящихся. После возгласа читают или поют предначинательный псалом, который описывает дни творения. Вот мы все и повторили. Надеюсь, все вам было понятно. Но если у вас все же остались какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Адрес нашего сайта прежний. На этом позвольте с вами попрощаться. С вами был я, священник Антоний Борисов. До скорой встречи, друзья. И храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok